МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плата за звонок 1 евро 42 цента. Здравствуйте все-все-все, кто нас сейчас слушает. Сегодня вторник, День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь, для тех, кто хочет помогать. Ведут и Ольга Авдевич сегодня. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наш звукорежиссер Родион Золотарев. А гости у нас сегодня в студии писатель и кинопродюсер Лэлда Ковалева. Здравствуйте. Здравствуйте. Она автор детективного романа, очень-очень популярного, «Пропавшие без вести» называется этот роман. И также вот эта хрупкая, милая, симпатичная девушка, продюсер большого сериала, который сейчас суперпопулярен на нашем телевидении, «Пропавшие без вести» также он называется. Это психологический триллер, восьмисерийный. И производство TED-студия. И 26 ноября будет предпоследняя серия, седьмая. Вот мы сегодня будем говорить об успехе, об литературных всяких проектах и кинопроектах, и также о милосердии и любви. Программа наша сегодня продолжает акцию помощи 34-летнему Егору Матушенку. Мы о нем рассказывали неделю назад. Вы помните, кто нас слушает, постоянно помнит эту историю. 34-летний молодой человек заболел, получил тяжелый диагноз, был ему поставлен тяжелый диагноз, и лечение, операция в Латвии была невозможна. И сейчас он находится в Германии, где его уже прооперировали. И сейчас ведут лечение, подготовку ко второй операции. То есть первая операция прошла очень успешно. Сейчас нужно пройти сеансы химии и иммунотерапии, специально для него подобранные, которые также стоят денег. И потом вторая операция. И потом мы надеемся, что он победит эту тяжелую болезнь. А вместе с ним находится его невеста, Катя. Они просто не расстаются, она все время с ним рядом. И, собственно, поехали они туда, взяли деньги, отложенные на свадьбу, и полетели в Германию. Наша помощь очень нужна Егору. Поэтому еще неделю наш телефон благотворительный 9-3-0-6-3-8-4 будет работать для Егора. Спасибо вам за каждый звонок, потому что каждый маленький звоночек соединяется с другими, и получаются большие суммы. Мы скажем об итогах прошлой недели чуть позже. И гость программы, писатель и кинопродюсер Лэлда Ковалева, она виновница, пожалуй, сейчас вот в Латвии. Это самое обсуждаемое телевизионное кинособытие. Это ваш сериал, который вы, в общем-то, придумали. Сначала как книгу, да, а потом придумали, что нужно сделать фильм, и выступили еще продюсером. Скажите, как вообще возник этот проект, да, и как вы оцениваете то, что вот сейчас произошло? Да, здравствуйте еще один раз. Ну, в принципе, я могу сказать, что эта история начиналась не только благодаря мне, но тоже моим мужем, Владом Ковалевым, режиссер сериала и сценарист этой истории. Это начиналось, когда мы где-то 7-8 лет назад первый раз поехали в такое прекрасное место Маплс-Мойжа. Даже не помню, это был как отдых или как-то творческие какие-то поиски. Я увидела это место, я влюбилась, и ко мне вот как-то пришла такая история, детективная история, которую я хотела очень снимать, и мне было очень важно мнение Влада, что он думает, потому что он мне, ну, могу сказать, мой любимый сценарист, я очень много учусь, как он пишет, как он работает, как режиссер. И это был такой редкий случай, когда им очень сильно понравилась моя идея, и тогда уже мы вместе начинали думать дальше эту историю, и решили, что будем попробовать снять такую, как пилотную серию. Это называется телевизией, когда одну серию снимаешь, и если кому-то интересно, тогда уже заказывает сериал. И мне это сделали для российский рынок. Нам снималось главные роли очень прекрасные актеры, Никита Тарасов, Виктория Исакова, местные актеры, Мартин Швилсонс. И как-то получилось, что мы даже продали для России эту историю, и все было очень, можно сказать, успешно. Но были причины, почему мы сами решили, что не будем сотрудничествоваться, и так и все остановилось. Потом выложили в Ютуб, и 300 тысяч человек посмотрели эту историю. Это было, безусловно, для нас очень приятно, потому что в интернет так много позитивных комментариев, я еще не видела. Но там каждый второй комментарий был, когда вы будете этот сериал снимать. А как в Ютубе в поиск нужно завести, чтобы посмотреть? Можно найти канал «Режиссор Влад Ковалев», и там все работы можно посмотреть, и тоже пилотная серия «Малпост». Мы до сих пор не удалили. И только тогда мы в Латвии не были готовы предлагаться, потому что даже такие платформы еще не были актуальны. Вроде-то это 4-5 лет назад, но это все сейчас очень поменялось. И я решила так, ну, я напишу книгу, что эта история не осталась только у меня. Я напишу книгу, и кто-то ее будет, возьмет какую-то «Лзвайкзнабэцэй» или «Латвия смейдэй», и кто-то почитает, и моя история не останется только у меня. Не пропадет. Ну, конечно, у меня это не все так успешно было, когда я тогда думала, что сейчас я буду аутор сразу. Первый манускрипт мне не приняли. Очень сильно переживала, потому что я почти 2 года писала эту историю. Маленький ребенок, магистратура была, и все. И я там отпоздала лекции, писала историю. Но потом я решила, хорошо, если мне отказали, надо делать так, что передумали. Никто не виноват. Виновата, значит, я. Значит, что-то не хватало по драматургию, по историю. Хорошая позиция, да. Да, я думаю, мне было два варианта, как поступиться. Один вариант – это сказать, что вы не увидели гениальный талант. Второй вариант – принять этот отказ и делать так, что, может быть, было потом лучше. Улучшить все. Я поступила в литерарную академию и очень хорошие курсы в Латвии, где очень хорошо нас учили, очень много разной истории писали. И потом я свой манескрипт начинала писаться опять. Заново. Заново. Я все удалила, 350 страниц я удалила. И тогда я уже знала какие-то законы драматургии, конфликт и все остальное, что нужно обязательно детективный роман. Более того, я уже тогда поняла, что даже если очень интересно напишу, мне нужно знать какую-то базу знаний детективы, как разговаривают, как исследование. Поэтому я взяла консультанты, и это была огромная работа. И тогда я уже отправила, у меня уже после два дня ответили, что... Все хорошо. Да, будем обязательно. А почему детектив? Вы знаете, интересный вопрос. Мне тоже мама спрашивает, она говорит, ну как так получилось, что ты эти детективы пишешь. Не дамский роман. Да, почему я романтику не пишу? Очень для меня близкий жанр детективы, триллеры. Знаете, я старалась с нас оба своей книгой какую-то мораль тоже написать, потому что мне очень важно не просто написать историю, где кого-то там убывает, да, это не мой цель. Мне было очень приятно, что люди, которые почитали, я в рецензии читала, что история не о поиске женщины, история об этом, что дети нигде не виноваты, ошибки взрослые, да, и дети не должны страдаться. То есть там в основе сюжета пропавшая женщина и ее ищут. И попутно... И папа завершил ошибку, пострадали очень-очень много людей и пострадали дети. И это мораль, которую я хотела передать, за то, что дети не должны страдать за ошибки взрослые. И я была очень рада, когда я литерарной газеты увидела рецензию, где хорошо человек, который написал эту рецензию, хорошо понял, что я хотела сказать с этой книгой. Ладно, а как вам удалось заполучить ваш проект столько звезд? То есть внимание зрителей привлечено еще потому, что такой звездный состав собран в одном проекте. Достаточно редкая для Латвии ситуация. Да, знаете, это тоже интересная история, потому что когда мы начинали кастинги для главных ролей, конечно, телевизии, это все понятно, они хотели, что какие-то звезды играли в сериалы. Это нормально, потому что зрители тоже смотрят, какие актеры будут участвовать. Но нам с Владом был важен приоритет, что эти герои были то, что мы ищем, какие они должны быть по истории. Совпадали. Совпадали очень. И когда мы начинали кастинг, нам на каждую роль было минимум 10 актеров, ну очень много, было даже женские герои, где там 15 актрисы были на одну роль, для Латвии это много. если смотрим, что там профессиональные актрисы пришли. И тогда так получилось, что когда были эти кастинги, эти звезды, эти актеры, они были лучшие. Они были лучшие, так что режиссер подтвердил, что да, этот-это герой. А перечислите. Давайте расскажем. Мартинч Вилсонц, Юрис Жагарс, Резия Калныня, Кристина Неворовская, Андрис Кейш, Николай Шестакс главный роль играет. Диртья Каулеус нам тоже есть в сериал. Прекрасная и сильная, молодая и известная, и разные актеры. Прекрасный состав. Никлаус Курпникс, актер Дайлас Театра. Наталья Живец. Наталья Живец, да. Актриса Рижского театра. Да, Наталья. А еще интересная идея, что герои переходят с русского языка на латышский, то есть сами герои у вас и русские, и латыши, и они перескакивают с одного языка на другой, да, в сериале? Да, история такая, что когда я написала книгу, там, конечно, почти все герои вели русское. Эта история была такая, потому что она была придумана очень много лет назад, и мы снимали эту пилотную серию для России, для российской ринга, потому что Латвии просто, но не видели возможности, но сейчас мы переделали эту историю, что почти все герои латыши, и главный герой, исследователь приезжает из Питера в Латвию, чтобы найти, может быть, есть что-то общее в этой пропавшей дела, потому что ему пропала жена, и в Латвии тоже пропала женщина. Вроде ничего, вот каждый день пропадает очень много, да, человек в мире, но то, что ему очень заинтересовало, было то, что они визуально были очень похожи, очень похожи. Оба вышли с дома в 8 утра, и пропали без вещей, и никакие исследователи, никакая полиция, ничего не могли помочь. И так начинается история, что он из Питера приезжает в Латвию и пожит в тот маленький город 2 недели, и посмотреть, может быть, что-то, может быть, что-то общее там может быть. И, конечно, он открывает не только то. И поэтому я всегда хочу кино делать максимально реальной жизни. Поэтому я хотела так, что если нам приезжает из России, человек, конечно, он говорит по-русски, безусловно. Если в Латвии кто-то с ним диалог есть, тогда, конечно, они больше отвечают на русском. Будем делать. Как в реальности. Как в реальности. Мне очень близко к кинореальность. Не обмануть зрителя, показаться так, как реально в той жизни бывает. А у нас наша программа посвящена тому, что сейчас конкретно, реально в нашей жизни существуют два молодых человека, которым нужна наша помощь. И наша программа посвящена тому, чтобы собрать деньги на оплату онкологической операции в Мюнхенской университетской клинике для Егора Матушенко, молодому человеку, 34 года. Свалился на него диагноз онкология. Из-за коронавируса ему отменили плановый визит, когда возобновили запись. Запись была уже на конец лета. К концу лета он начал кашлять. Компьютерную томографию только на ноябрь. Чудом нашли окно, сделали компьютерную томографию раньше, и врачи посмотрели и сказали, что они бессильны. То есть, в Латвии операцию делать невозможно, случай неоперабельный. А в клинике в Мюнхене уже сделали операцию на одном лёгком, и предстоит вторая операция. Вот мы, в принципе, мы просим вашей помощи для того, чтобы спасти жизнь молодому человеку. Да, это хорошо. Очень хочется, чтобы она закончилась хэппи-эндом, потому что у ребят на февраль была запланирована свадьба, и даже заказаны пригласительные. И напоминаем, что телефон, наш телефон 9300-6384 евро, 42 цента за звоночек. Просим вашей поддержки для Егора, для 34-летнего Егора. А полностью история, это написано на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа», на фейсбуке, на нашей страничке «Зелёная лампа». И там же указан счёт, если кто-то может помочь деньгами, то там указан счёт помощи, который открыт для Егора в благотворительном фонде Be Open. Мы с ними сотрудничаем постоянно. И с этих денег, поступивших на счёт, абсолютно не берутся никакие проценты. То есть полностью вся сумма будет перечислена в клинику на оплату лечения и операции Егора. А сейчас у нас, мы напоминаем, что у нас в гостях Лэлда Ковалёва, продюсер и писатель. Мы говорим об очень популярном сериале и её книге. Мы сейчас попросим Лэлда показать книгу. Можно, да? Те, кто нас смотрят в прямом эфире. Вот такая толстая, большая книга, 350 страниц, которые она написала. Мы ещё вернёмся сейчас к этому вопросу. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Сегодня «Зелёную лампу» вместе с нами включает Лэлда Ковалёва, писатель и продюсер очень популярного сериала, который сейчас идёт «Пропавшие без вести». Лэлда пришла к нам в студию и увидела зелёную лампу, которая стоит у нас на столе. А у нас на столе стоит наш талисман. Это подарок Михаила Задорнова. Эта лампа стояла у него на столе. И сказала, «О, точно такая же лампа снимается в нашем сериале». Расскажите, как это зашло. Да, нам художница сериала, прекрасная молодая художница кино, Юка Грант, она вот такую лампу нам поставила в кабинеты героя Мартына Вилсона. И просто я как зашла, я увидела, я такая смотрю, ну как наш реквизит. Да, продолжаются съёмки, да? Да, везде я вижу съёмки. Лелди, а вот расскажите, пожалуйста, вы много писем получаете от телезрителей сейчас? Это удивительно, что люди берут и пишут. И о чём они вас спрашивают? Что они пишут? Очень много получаю отзывы. И я очень, безусловно, рада, потому что нам с Владом как-то самое важное – это получить отзывы. Конечно, как-то большие люди… Обрядная связь. Обрядный связь. Это, безусловно, очень важно. Да, сегодня даже в Латвии известный певец Лаурис Рейникс написал мне лично. Я была так ряда, потому что я думала, маленькая я бы услышала песни, а тут он мне пишет, какой хороший сериал, да? Да, я получаю очень много отзывов, и это очень приятно каждый день пишеть, что самый такой популярный, что я, если мне надо сказать, что самая популярная фраза, которую я получила, это то, что я не ждала или не ждал, что в Латвии такой сериал снимает. И это очень приятно, потому что мы очень старались, и, конечно, есть стереотипы, что мы не очень хорошие сериалы снимаем, это не секрет, поэтому мы очень радуемся, что люди замечают, что качество высокое. Где его можно посмотреть? Вот я зритель, да, я прочитала, что идёт вот такой интересный проект. Как посмотреть? Платформа Shortcut LV, да, любой может зайти, с телефона есть аппликация, можно скачать с аппликации Shortcut, смотреть с телефона, можно зайти через компьютер, да. Если никогда эта платформа не была, тогда можно очень легко, там первый месяц только 3.99 евро, и можно посмотреть уже 6. Подписка там тогда. Да, подписка, да. Можно посмотреть, если нравится, все 8 серий уже, после 2 недели уже будет все 8 серий, пока там есть 6 серий, да. Без рекламы? Без рекламы, да. Это наше будущее, и я очень рада, что в Латвии есть такая платформа Shortcut. Мне очень понравилось это сотрудничество с TED, потому что они очень смотрят, очень современно. И если мы хочем снять получше сериалы, если мы хочем сделать кино получше, да, качество, тогда очень важно зрителям понимать, что вот платформа – это как кино. Когда мы ходим в кино, нам тоже нужно заплатить за билет, да. Там нету государственный бюджет, там нету реклама. Как включаешь, так смотришь подряд все серии. Да, очень удобно, и я рада, что Латвия тоже это делает. Ну, действительно, отзывы очень хорошие. Все, что мы слышали, говорят о том, что это действительно качественный фильм и на очень хорошем уровне снят. Поэтому мы и сами посмотрим обязательно, и вот всем рекомендуем. Лэлда, а вот детские мечты сбываются, да, наверное? Вы мечтали с детства, думали, что вы будете связаны с кино? Да, да. Да, я очень в ранний возраст уже была уверена, потому что я смотрела, даже помню, в детстве как-то сериалы смотрела по-другому. Был такой комиссар с Рексис, да, там, сериал. И как-то я замечала, я помню, что у меня сидел рядом ребенок, и он смотрел на собачку, и я все время смотрела, как этот исследователь решает эти дела, и как он, у меня какие-то идеи новые родились, что можно по-другому. И игралась я тоже всегда в детстве, и я снимала свои мексиканские мелодрамы. Сама режиссировала, сама была актриса, и мне в детстве было очень интересно. А вот вы верите в судьбу? Мы сейчас про любовь хотим спросить. То есть как вы познакомились с мужем? Это судьба или это случайность, что это было? Вот вы вместе с ним делаете все эти проекты, вы все время рядом, вы говорите, что он ваш учитель. Да, для меня это очень важно. Мы оба очень никогда не хотели ничего говорить по личной жизни, но я могу сказать, что я, безусловно, очень рада, что мы встретились, потому что мы смотрим на одну сторону. И мой муж человек, который я, безусловно, очень уважаю, потому что он очень талантовый молодой режиссер, который кино хочет создать такой, который, я считаю, очень качественный кино, очень приятно смотреться, и поэтому я ряда, что мы можем делить эту дорогу вместе. Но это очень важно, чтобы общие интересы были даже, правда? Мне кажется, безусловно. А для вас вот что самое главное, как вот вы считаете, уже исходя из какого-то своего опыта, чтобы сохранить любовь? Я думаю, доверие и общие цели, конечно, в жизни смотреться в одну сторону. И что всегда женщина была за мужем. Это правильно так говорит на русский, да? За мужем. За мужем. Вы знаете, вот что касается общей цели, давай смотреть в свою сторону. Вот ребята, о которых мы уже вторую неделю рассказываем, наша акция продлевается, и сбор средств продолжается, чтобы спасти Егора. То есть там действительно тоже история любви очень красивая. И вот в данный период времени для них общая цель. Вот общая цель – это собрать деньги, пройти это неприятное лечение, которое есть испытание, сделать операцию, и все равно смотреть вперед, смотреть в будущее, верить, надеяться, любить. И мы просим вашей помощи. И напоминаем, что банковские реквизиты благотворительного фонда Be Open, где неделю назад был открыт счет, открыт этот счет в Лабдарибас фонде Be Open. И за неделю собрано на данный момент 23 910 евро. И принято 5 639 звонков. Огромное количество. Представляете, да? И просто на звонках практически 7 тысяч евро. А это почти что стоимость одного длинного курса химиотерапии. Стоимость одного курса 8 200 евро. И вот за неделю собрано сейчас на эти 3 курса, после которых будет операция. Так что спасибо всем огромное. И, в общем-то, это действительно такая история любви. Катя нам написала после прошлой программы, предыдущей программы, что они слушали. И она просто со слезами. Она говорит, я просто облилась слезами, когда слушала, как вы про нас рассказывали и как люди реагируют. И сейчас они тоже нас слушают. Вот вы как человек, описывающий в своей книге и в сценарии тоже, да, людей в тяжелых, трудных обстоятельствах. Скажите что-нибудь этим ребятам, что помогает держаться человеку? Знаете, вера. И всегда надо верить. Мне тоже в жизни, как говорится, было сложное испытание, когда моя бабушка ушла и был враг. Я очень долго не могла, долгие годы там справиться. Но всегда надо верить. И нам есть прекрасные люди в Латвии. Поэтому я тоже хотела лично спросить, кто-то слушает, если есть возможность помочь, пожалуйста, помогите. Потому что это очень важно. Мы каждый можем сделать добрые дела. И помочь тем, кому это очень важно. Это, безусловно, очень важно. Поэтому, если вам есть возможность, сделаем вместе. Кино есть такое. Мы говорим, когда мы снимаем кино, мы говорим коллективе сила. Это очень важно, потому что никогда, независимо с какой ты хороший продюсер, режиссер, сценарист, оператор, ты не можешь сделать прекрасное кино, если тебе нет этот коллектив, который помогает, команда. И тоже сейчас мы можем все месяцы помочь. Пожалуйста, минимально каждый, сколько может, я думаю, мы поможем. Или хотя бы просто один звоночек. Один звонок, да. Или хорошие мысли просто послать, если кто-то не может. Это тоже очень важно. Лил Дэм. А вот, так, что я хочу, я уже сбилась. Ваша любимая книга. Да, ваша любимая книга. Я думаю, Полианна до сих пор. Эллионора Портера, детская книга Полианна. Потому что я читаю достаточно много, каждый месяц стараюсь там 3-4 книги почитать, но до сих пор это моя любимая книга, потому что она как-то изменила мое мышление. Я почитала в детстве, я подумала и поняла, что до сих пор эта книга со мной. Сюжет этой книги рассказывает о девочке, которая борется с тяжелым заболеванием и с такой силой характера эта героиня, что у нее учатся все, кто ее окружает. Она всегда нашла что-то хорошего в сложной ситуации. То есть существует даже тренинг такой по следам философии Полианны. Отписывается сложная ситуация и дается задание. Найди, пожалуйста, плюсы в этой ситуации. В каждой ситуации нужно искать плюсы. И, конечно, в этом смысле и Катя, и Егор у нас огромные молодцы. Огромные молодцы. И если удастся собрать деньги и все пройдет хорошо, это будет действительно такое рождественское чудо. Потому что ровно год назад в Рождество, вот к нашей публикации мы поставили фотографию, где они на Домской площади, в очень красивом таком рождественском антураже. И год назад в это время они были уверены, что все уже позади. Потому что предыдущая операция была сделана. И исследования показали, что нет следов заболевания. Если бы не оттяжка с этим коронавирусом, что все стали на карантин, плановые визиты были отменены, все могло сложиться по-другому. И в этот момент они уже планировали свой год совершенно по-другому. Вот о планировании Лелды. У вас есть очень интересный проект Dreamlight Plan. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Планировщик. Да, это ежедневники такие. Современные ежедневники, где можно не только записать свои планы для дня, но тоже какие-то теле в жизни, желания. Знаете, я очень верю, то, что мы запишем на бумаге, что это все может в жизни получиться. Я вообще очень люблю тоже книгу «Секрет» Ронда Берна, если я не ошибаюсь, где позитивные мышления. И поэтому я, когда начинала сделать ежедневники, я очень хотела, что помочь женщинам, что если вам есть свои мечты, если вам есть свои желания, запишите их. И, конечно, работайте, и все вам получится. И этот обрядный связь, отзывы, это тоже то, что я получаю, это тысячи отзывов, что я получила. И мне очень приятно, что наш продукт помогает тоже верить в себе и как-то самооценку поднимать. А что там особенного такого в нем? Ежедневник, как ежедневник, просто я использую разные, что, например, на другие страны очень популярно, ежедневники, какие-то желания, фитнес-графики, да, там разные. Много полезного. Много полезного, там, цитаты интересные, да, вот этому году нам и мантазеду они цитаты самые лучшие. Ну, стараюсь, что он был такой, что ты открываешь, и как-то энергия, хочется что-то, день начинать, так и записаться какие-то цели. И я всем это очень верю, потому что я всегда свои желания записала, записала план, как я буду действовать. Мне был план снять этот сериал в Латвии, и когда я ее написала, это было почти нереально. И я написала все, что мне нужно сделать, попробовать сделать, что моя мечта исполнилась, и получилось это. А есть какие-то правила или секреты, как правильно формулировать эти мечты и желания? Мне кажется, очень важно, если ты искренне веришь, и ты искренне это хочешь, и это какой-то себе придает какую-то пользу до общества, да, тогда все мечты сбываются. И это очень верю. А вот у вас есть девиз по жизни, мы на вашей страничке прочитали, «Все, что происходит, к лучшему». Да, знаете, мне сейчас новый, 30 лет мне новый девиз уже, который мне даже больше нравится, это то, что талант – это 90% работа, успех – 9% работа, и 10% только талант. Это мне сейчас очень актуально, потому что я как-то сделала вывод, что все можно сделать, если ты работаешь, и все мечты могут получиться. Ну вот работа продюсера, вы выбрали себе такой непростой вид деятельности, а для, наверное, хрупкой девушки сложно? Или как? Вот в чем? Какие плюсы и минусы вы видите для себя в этом? И даже с точки зрения возраста удивительно, что такая молодая женщина, и руководить целым таким коллективом и кинопроизводством – это профессия для более старшего поколения. Очень сложная профессия. Конечно, если я поняла раньше в реальной жизни какая-то профессия, я, может быть, еще подумала. Подумала я точно. Профессия очень ответственная, потому что продюсер… Знаете, очень интересно, если мы на работу приходим, очень многие… 9 приходим, 5 часов, 6 часов уходим. И когда мы приходим дома, мы можем как будто, может быть, с какой-то своей маской снять, чувствовать свободно, отдыхать. А кинопроизводство – это, в принципе, почти все случаи, это когда минимум 20-30 человек живет вместе 24-7. Очень сложная и большая ответственность. Каждая минута стоят деньги. Что-то случается – отвечает продюсер. Кто-то сломал картину – отвечает продюсер. Кому-то какая-то травма на площадке – отвечает продюсер. Поэтому это огромный стресс. Но и с другой стороны, я очень люблю эту работу. Очень люблю. И так как я понимаю, что у меня есть эти оба стороны, и художники такой, больше такая деловая, или как так можно сказать, которая не до конца художник, тогда я очень… Мне самое большое приятное, когда я могу какую-то работу дать для творческих людей, актеров, могу приглашиться на хорошие проекты. Но по факту площадки кино, самый главный – это, конечно, режиссер. Режиссер – это самый главный человек, и продюсер тогда уже тихо старается не вмешаться и просто убедиться, что все хорошо. А скажите, а вот у вас такое созвездие актеров играет. Как вы с ними общаетесь на площадке? Очень хорошо. Знаете, этот был настолько приятный проект. Мы снимали сразу после, когда изолация закончилась. Мы начинали съемки, 43 смены, и жили вместе. Это была очень прекрасная команда, которые очень так вместе работали, дружно, и все актеры нам… Я даже не помню, у них какие-то там серьезные конфликты или… Они, наверное, рады все, что такой проект хороший. Да, да, очень нас поддерживали, и очень помогали, и уважали нас, и так что очень хорошие вспомнили. Глади, вы сказали, что когда вы беретесь писать книгу, для вас главное, чтобы читатель какой-то правильный месседж там нашел, да? Ну, вы вообще, в принципе, по жизни неравнодушный человек. Вот вы поддерживаете… Мы посмотрели на вашей странице в Facebook несколько каких-то благотворительных проектов, вот этой коробку храбрости… Варнентрауги. Да, и Энгелепастс. На что ваша душа вот откликается? Я очень хотела, если Бог решит и поможет в будущем мне тоже продолжать работать с кино, если получатся какие-то мои такие большие мечты, которые сейчас, конечно, звучат нереально, там привезти в Латвию огромные мировые кино-платформы, что тут развивалось кино и продолжали сниматься. И я очень хотела продолжать помочь больше. Мне кажется, самое лучшее, что мы можем сделать, это помочь другим. И тогда день мы прожили не зря, если мы кому-то помогли. И Латвии очень много, очень много хороших людей, и я очень хочу быть как немножко часть тому, что кому-то делать добрые дела. Мне сын растет. И до рождения сына я думала, ну так, нужно, что там французский язык учился, да, там хорошие, престижные школы, и все остальное. А сейчас я думаю, да, это все не важно. Мне важно, что он хороший человек вырос. Что он вырос хороший человек, и что был честный. И это, мне кажется, самое важное в этой жизни, что есть. Ну вот давайте сейчас, у нас осталось несколько минут до окончания программы, так быстро все прошло. Давайте сейчас намечтаем вам какие-то планы, и потом запишем их в вашем плану Тайсе в ежедневнике, да, и пусть они сбываются. Ну, надеемся, что мы сможем, что зрители будут смотреть сериал, потому что, конечно, так, есть немножко мечта, что мы можем продолжать сниматься тут кино в Латвии, может быть, даже второй сезон сериала. Надеемся, что с этой командой, которой мы снимали сериал, потому что это была прекрасная команда, много молодые, прекрасные, талантливые ребята, что мы сможем продолжать работать дальше и снимать дальше хорошее кино в Латвии. А Егору и Кате, которые нас слушают, сейчас находятся в Германии, и 26 ноября у них назначена вот эта первая индивидуальная, очень специальная химиотерапия, мы тоже пожелаем правильно прописать план, да, на следующий год. Вот накануне года очень чётко, вот в соответствии с вашим рецептом, и то, как вот ЛЛД рекомендует тем, кто покупает эти дневники для планирования, то есть надо очень чётко прописать, да, что вот пройдёт это, 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 и в конечном итоге всё будет хорошо. Главное вериться, и всё будет хорошо. ЛЛД, вот сейчас давайте будем считать, что наша беседа открывает, ну, такой предрождественский период, да, то есть вот впереди, несмотря ни на какие карантины, коронавирусы и прочее, да, у нас Рождество никто не отменяет, Новый год никто не отменяет, всё равно это будет. В душе или это будет какое-то большое там бурное веселье, или это будет тихое веселье, может, тихое даже и лучшее. Давайте просто пожелаем всем, чего Вы пожелаете нашим радиослушателям? Всем здоровья, здоровья, счастья, тениться, любить своей близкой. Сейчас сложное время, но никогда не надо забыть, что наши близкие – это наши самые важные, так что и если есть возможность помочь кому-то другому, это прекрасно, тогда мы день прожили не зря. Ну вот, а Вам мы желаем, чтобы все Ваши планы так же сбывались. Спасибо большое Вам. И сегодняшние, и следующие, все следующие. Спасибо всем большое. Спасибо всем радиослушателям, которые неравнодушны, которые откликаются. Телефон 930-6384-1-42 за звонок на оплату операции Егору Матушонку, который находится сейчас в Германии. До скорой встречи через неделю. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио «Болтком». Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84 Плата за звонок 1 евро 42 цента.